Тема, которая касается проекта строительства и обслуживания группы многоквартирных жилых домов с объектами соцкультбыта в районе улиц 17 сентября и советских пограничников, длится уже несколько лет. Квартал, расположенный в центре города, кроме положительных сторон, наличие историко-культурных ценностей и аутентичности имеет и некоторые негативные моменты – старое сарай и следы обитания людей без определенного места жительства. Именно здесь уже через пару месяцев может начаться процесс преображения, который планируется завершить летом 2023 года. У нас утвержден план детальной планировки центральной части города Бреста, включая Брестскую крепость. То есть, если есть план детальной планировки на участок городской территории, то есть уже в рамках плана детальной планировки проводилось общественное обсуждение. Кто-то принимал участие, кто-то не принимал. Постоянно писали в газетах, на сайте. Полгода висели у нас планшеты с центром города вот здесь. То есть, пожалуйста, всех просили, студентов, жителей, обращайтесь, пишите свои замечания. Те все замечания, которые были написаны, присланы по почте, все были направлены к проектировщику. На основании именно этих замечаний и разработан план детальной планировки исторического центра города Бреста. Общественное обсуждение собрали в одном месте неравнодушных к проекту людей. Это и жильцы домов, и представители вертикали власти, и застройщики. Людей знакомились с проектом, который из состояния планируется, в скором будущем перейдет в стадию реализуется. Обсуждение проходило активно, и тем для конструктивных дебатов было много. Зеленая зона, которая рядом с нашими домами, мы ее ухаживали сами, своими руками. Зеленую зону убирать нельзя от этих домов, потому что это глоток чистого воздуха. Я не против, но сделайте так, чтобы это было и тем людям хорошо, но и тем, кто там прожил всю свою сожидательную жизнь. По проекту строительства в этом квартале за два года здесь собираются построить три многоквартирных жилых дома с объектами общественного назначения на первых этажах. Как это будет, люди хотят получить честный и открытый ответ. Дома еще находятся на пятилетней гарантии после капремонта. Мы до сих пор продолжаем писать. У нас есть письма, которые мы пишем и городу, и в Министерство культуры по поводу сохранности на данный момент этих строений. Мы не знаем, как дальнейшее строительство, дальнейшие работы, а в планах это как минимум снимать уровень дороги и грунта на 50 сантиметров вниз. Это вы понимаете, какой будет объем техники, какой объем вибрации и всего прочего, как они повлияют на наши дома. Жильцов близлежащих домов сегодня в первую очередь интересует сохранность своих квадратных метров. Люди обеспокоены тем, что новая стройка может каким-то образом навредить целостности старых домов. Как один из выходов, который видят перед собой люди, организация дополнительного собрания на месте с участием всех заинтересованных, чтобы детально обсудить проведение будущих работ. Да, мы как бы за развитие, да, мы понимаем, что мы живем в самом центре города, который динамично движется вперед и на дворе уже, извините, 21 век. Да, нам тоже не нравятся все эти сараи, халабуды и, можно сказать, неприглядный облик нашего двора в данный момент. Мы хотим модернизации и изменений, мы за это. Но, пожалуйста, учитывайте и наше мнение, пожалуйста, считайтесь с нами. Точка в этом вопросе пока еще не поставлена. Что же будет на выходе, покажет время.